На улице Молодогвардейской в Самаре открыто новое отделение МФЦ для людей с инвалидностью. Оно оснащено всеми необходимыми техническими устройствами, а сотрудники прошли специальное обучение. В числе работников будут и сами люди с ограниченными возможностями здоровья. На открытие по-настоящему доступной государственной организации побывала и наша съемочная группа. Лупы для чтения документов, направляющие на полу, брайль, портативная система для усиления звуков. Это отделение МФЦ доступно для граждан с любыми возможностями здоровья – маломобильных, слабослышащих, незрячих. Здесь большая проходимость данных людей, и, соответственно, им гораздо удобнее, чем куда-то добираться в городе, здесь получить все услуги. Здесь вообще все приспособлено именно для этого. Четыре стационарных окна выдачи и приема документов будут работать пять дней в неделю. Все сотрудники прошли спецподготовку. Я поговорила с сотрудниками, они абсолютно настроены на работу с незрячими. То есть они понимают, как нужно пообщаться, что нужно помочь заполнить, что нужно прочитать полностью документы. В числе сотрудников тоже будут специалисты СОВЗ. Петр Репин прошел обучение с помощью наставника. Сегодня его первый день в качестве помогающего по вопросам недвижимости. Это первое официальное трудоустройство молодого человека. Я вот на недвижимости, то есть все вот эти договора о купле-продаже вносить в реестр, вот это вот все. А там есть еще и социальное, там и паспорта, и что-то еще. Много очень всего есть. Здесь начало был тестовый период. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и региональное правительство в рамках реализации пилотного проекта «Ресурсный центр для инвалидов» организовали в Главном бюро медико-социальной экспертизы предоставление государственных и муниципальных услуг. Они пользовались большой популярностью, было принято решение создать МФЦ, ориентированный именно на эту категорию граждан. Это просто хорошая, вдумчивая работа руководства бюро, которое выстраивается на основании взаимодействия с некоммерческими организациями. И вот для того, чтобы создалось, к нам приходили ребята из многофункционального центра нашего городского, советовали, спрашивали, как это должно быть и так далее. Новый МФЦ на Молодогвардейской теперь будет использоваться в качестве образца, на который будут ориентироваться остальные самарские отделения этой государственной организации. Светлана Стребкова, Сергей Александров, Новости губернии.